ШУХА АМУКА ПИЗА РУД В общем перевод достаточно точный, яма, ров глубокий, это уста чужие, говорящие что-то чужое, и замышляющий против, тот, кто слушается в это, он упадет туда. Как на русском, я немножко, по-моему, иначе прочитал, один момент, на кого прогневается Всевышний, тот упадет туда. Читаем Мальбима, вначале, Мальбима объясняет, что такое ШУХА, ШУХА мы перевели как слов ров, яма, Мальбима объясняет, что это какое-то выкопанное такое сооружение для того, чтобы туда ловить животных. Наверное, это называется ловушка, выкопанная яма, куда падают животные, что-то типа ловушки. Потому что он приводит доказательство, что в Мальбима написано, что тот, который хочет кого-то словить, он роет для того, чтобы туда попалось это животное. Теперь, как Мальбим, это был перевод слов, теперь, как объясняется сам Иньян, он говорит, что существуют пути мудрости и философии, которые последователи Авэда Зойры, они объясняют, что это относится к мудрости подобно тому, как вот, то есть, еще раз, люди, которые занимаются философией и размышлениями и пытаются различными философскими приемами заловить человека, который занимается Торой, и вместо Торы запустить его в разряд философов, не дай бог, не к ночи быть помянута, то это подобно такому глубокому рву, который выкопан для того, чтобы ловить туда людей, чтобы люди туда сваливались. И когда это настолько глубоко, что невозможно, чтобы человек, который туда упал, мог оттуда сам выкарабкаться. Также их изучение, с помощью этого изучения они ловят души людей и направляют их к фире, к отрицанию основ Торы. И невозможно уже выбраться оттуда к свету жизни, и также нет надежды, что Ашем позволит и поможет ему выбраться из этой ловушки, потому что Ашем гневается на тех, кто падает туда. И человек, который туда падает, он вызывает гнев Ашема, и к нему относятся понятия клалат Гошем вазаамо, проклятие Всевышнего и злость Творца. Ну злость, я не знаю, не могу просто лучшие фразы найти, ну какой-то вид гнева. Потому что он попадает в ловушку минута, в еретичество, и попадает в место, которое называется Авадон, от слова Эвида потеря, он теряется. И человек, который паришь меминус, отстраняется от этого еретичества, он тут же умирает. Как сказано, что те, кто туда попадаются, они уже не возвращаются. То есть Мальбим объясняет этот пасук, что речь идет о ловушке, которую нам ставят люди, занимающиеся философией, занимающиеся всякими подобными вещами, которые делают это для того, чтобы вести человека в сторону кфиры, в сторону еретичества. И человек, который туда попадает, у него, он не просто попадает. Есть человек, который попадает в какую-то ситуацию, но есть помощь Всевышнего, есть возможность оттуда выкарабкаться. Человек, который попадает в ситуацию, когда ему, в общем, отказывается всю эту дешмай, потому что Акодыш Бруху гневается за человека, на человека, за то, что он специально сделал какие-то действия для того, чтобы туда попасть, то Бедерих Калаль обычно не хватает никакой силы у человека для того, чтобы самостоятельно выбраться из этой ловушки, и он идет в понятие, которое называется ивадон, то есть он ават, он теряется, все, его больше нет. Так объясняет Мальбим эту ситуацию. Мальбим, понятно, что немножко проецирует суким, который говорит Шлома Амеллах, на ситуацию, которая находилась более актуально в его время. Сегодня у нас немножко другая ситуация. Каждому поколению присущи свои испытания. Поколение Мальбима, для этого он писал многие свои комментарии на тонах, он обращается к людям, и Шлома Амеллах действительно это говорит, потому что фраза Шлома Амеллаха можно истолковать немножко по-разному, и каждый человек в ней может увидеть то, что относится к нему. Поколение Мальбима, это была часть поколений, которые оказались в очень тяжелой ситуации, расколы, когда в мир пришел не сайон, испытания, которые, в общем, у нас тоже, конечно, присутствуют, но совершенно в другой форме, когда люди начинали, выходя, в общем, из такой еврейской тесной традиции, выходить в состояние какого-то образования, и казалось, что в Торе ничего подобного нет, и все рушится, и человек начинал видеть какие-то вещи, которые он не мог увидеть в Торе по тем или иным причинам, и оказывалось, что они один за другим оставляли соблюдение заповедей, и это та сакана оскалы, о которой он говорит. И вот Мальбим обращается и говорит, что Шлома Амеллах нас предупреждает, что человек, который попадает в ту яму, которую ему рыли специально для того, чтобы в него попал, люди, которые занимаются попыткой вести человека от Торы, попадая в эту яму, он попадает в понятие «минута», отрицание основ Торы и отрицание еретичества, на русском другого слова нету, и после того, как он попадает в эту ситуацию, то выйти оттуда практически невозможно. Поэтому Шлома Амеллах предостерегает нас от того, чтобы мы не попали в тот несайон, который называется «шуха амука» – «глубокая яма, глубокий ров». Естественно, что для разных людей это испытание будет разное. Далеко не всем будет интересно и опасно попасть в ловушки философии, у других людей будут другие испытания, но человек, который попадает в то испытание, которое сейчас является основным испытанием в мире для людей этого поколения, для конкретных людей, то выбраться из этого становится очень тяжело. Особенно, когда речь идет о том, о чем мы говорим сейчас, а либо демальвим, что речь идет о человеке, который, начиная заниматься философией других каких-то вещей, попадает в ситуацию «минута», отрицание основ, еретичество. И на самом деле мы с вами уже в другом поколении, но тем не менее мы видели результат вот этого вот ухода массового, ухода от Торы, который был в определенное время. В тот момент, когда Хаскала попала в ряды евреев, которые не были совершенно готовы, очень трудно понять, как это испытание работает Бетерихтева на уровне тех, на уровне законов природы, потому что это очень трудно понять чужие испытания. Мы находимся в другой, как бы, болейшего, в другом измерении. Мы шли обратной дорогой, мы видели пустоту всех этих философских измышлений и так далее, и именно поэтому мы пришли к Торе. Они же, которые не понимали, Тора была немножко, немножко и немножко забыта, и попали в лапы вот этого вот испытания, они не видели выхода отсюда. У меня, я думаю, что большая часть людей моего поколения, которые возвращались к Торе, которые возвращались к Торе, у них была ровно обратная ситуация. Они видели бессмысленность того, что рассказывается всякими философами и так далее, и из-за этого начали искать что-то более правдоподобное, и из-за этого пришли к Торе. У некоторых был путь более тяжелый, у некоторых менее тяжелый. Но человек, который из Торы туда уходит, то, говорит Мальбин, что у него практически закрыта возможность выйти обратно, и мы видели, как это происходило. Не дай Бог оказаться в подобном испытании, хотя понятно, что каждому поколению даются свои испытания, и это испытания наших поколений. Это испытания, которые нам тяжело пройти, потому что именно для нас это испытание, для кого-то другого это не испытание. Но, тем не менее, я видел, читал, в общем, догадываясь, насколько тяжело было людям поколения оскалы преодолеть эту вещь, и комментарий Мальбин очень помогал в этом вопросе, чтобы давал ответы на какие-то вопросы. Но сегодня этот ясер практически отсутствует. Но я приведу пример. Один из учеников, я не буду говорить, на всякий случай, одного из совсем гдойл и гадор, таких людей, которые, ну, совсем были гдойлем, самые великие люди поколений, он видел, что совершенно непонятно, как справиться с вот этим образованием, которое вошло, и уводит одного за других евреев от Торы. И он одного из лучших своих учеников послал в университет получать философское образование, для того, чтобы он знал, каким образом потом спорить и отвечать на вопросы, которые возникают, помог евреям справиться с этим ясером. Потом всю жизнь себя за это корил, потому что в результате на каком-то году обучения этот человек полностью оставил Тору и превратился вот в такого философа. Мне даже сейчас трудно представить, как это возможно. Речь идет о Талмиде и Хохоме, мудрецах Торы. Но это тот ясер, который принадлежал именно этому поколению. И Мальбин предупреждающий, человек, который туда попадает, он идет в Лаибадон, он идет полностью на пропажу. У него практически нет возможности оттуда вернуться. И мы знаем, что действительно почти никто не вернулся. Те, кто вернулись, были ехидим, единицы из единиц. Но Акодыш Барагу в каком-то непонятном милосердии, которое он сделал, сделал так, что многие из потомков этих людей вдруг к Азрубычуа и вернулись к Торе и оказались внутри шатрах изучения Тора и внутри месвод и так далее. Но сами люди очень многие исчезли и исчезли навсегда. Это комментарий Мальбина. Гаон Мивильна идет здесь по другому пути и говорит «Шуха, мука, пизарут». Имеется в виду «Пив, медабер, зарут». На самом деле это в общем намек на то же самое, о чем говорит Мальбин, только немножко другими словами. Уста, которые говорят чужое. Что такое чужое? Это чужая философия, чужая мудрость. И человек, который начинает ей пользоваться, в нее входить, он, этот человек, его Лышуха, мука. Он попадет, он сам попадет Лышуха, мука в такой глубокий ров, в глубокую яму. Значит, Мальбин говорит о том, что человека подстерегает эта яма, которая копает другими. Другие, Гагру сейчас обращается к тому человеку, который сам себе копает эту яму. То есть человек, который сам начинает заниматься дворим-зарим, чужими вещами, и его слова – это чужие слова, то он попадает в эту яму. Мальбин больше интересует конкретно, кто копает эту яму. Гаон в это не входит. И говорит, «Зуам Гошем – гнев Всевышнего». Кто-то, на кого гневается Всевышний, кем недоволен Творец. Это те люди, которые слушают и молчат. То есть у нас есть Рубен, который уговаривает Шимона, «Пойдем, тут есть такая хорошая ямка, пойдем займемся вопросами, не знаю, вот этой вот философии, о которой мы сейчас говорим». И есть Рубен, который приглашает Шимона, и есть Леви, который сидит рядом и слушает этот разговор. Если он слушает и молчит, не начинает пытаться воздействовать, чтобы Рубен не забрал Шимона, то в этой ситуации он сам упадет в эту яму. Зуам Гошем – те, кого не любят, гневаются на которых Всевышний, это люди, которые молчат в тот момент, когда идет такой диалог. И это то, что сказано, что это шухая мука, что это глубокий ров. Это очень глубокий ров, говорит Гаон. Что значит очень глубокий? Человек, который туда попадает, что такое этот ров? Это сами уста чужие. То есть не то, что они ведут к тому, что кто туда попадает, они и есть тот самый ров, и человек, который слышит их, слушает эти уста, чужие уста, вот эти разговоры, о которых мы говорим, он становится заум Лаашем, он становится нелюбим творцом. То есть он попадает в место, которое создано для этих людей, то есть гейном, который называется заум Гаашем. и... сейчас, секундочку. Да, это и есть то место, которое называется гейномом. И еще, это был первый комментарий. То есть есть человек, который зовет другого человека, о них сказано, что тот, кто откликается, назов другого человека, и тот, кто... он попадает в яму, но заум Гаашем, ненависть творца, его нелюбовь, я не знаю слова ненависть, пренебрежение, которое вызывает у творца человек, это тот человек, который слышит, как кого-то третьего зовут, а сам он сидит в стороне и не реагирует на это, и не пытается спасти человека. Вот ему добродушно, обещает Шлома Амеллах, по мнению Гаона, попасть в яму, которая называется гейном, и это и есть то, что формирует чужие уста. Это первый комментарий. Второй комментарий. Шохе, шуха, яма, яма, ров. Это и есть пизарут. Это то, что говорят чужие уста, и они влекут человека вот в эту яму, но человек, который слышит, его туда никто не посылает за то, что он слышит, но он сам падает туда. То есть есть чужие уста, которые заманивают человека и заставляют туда попасть, и есть человек, который слышит и не мешает, он не реагирует на это, но Акодыш Барагу выкручивает эту историю таким образом, что он тоже туда падает. Следующий комментарий, еще одно объяснение, которое сказано. Это фраза из пророчества товарища Белама, который обращается к Балаку, когда Балак просит его проклясть еврейский народ, он всем несколько раз благословляет, три раза благословляет Амисраэль на семи жертвенников, вместо того, чтобы проклясть его, то Балак к нему приходит с претензией, я тебя просил проклясть народа Исраэля, а ты берешь еще и благословляешь, он отвечает. Невозможно проклясть того, кому не проклинает Всевышний, и невозможно сделать нелюбимым того, кого любит Всевышний. Это земля и небо, про которое сказано, Игилу Шамаем, радуйтесь небеса, Ону, Авану, Арыс, Миткамэм, Тло. То есть, здесь пасук, который говорит, что за какие-то авиерот небеса и земля вместе будут брать, наказывать человека за эти авиероты. И здесь сказано, что глубокая яма, о которой идет речь, то есть, это пизарут, слова чужие, слова чуждые, слова другой философии, слова неги Торы, слова, уводящие человека от Торы, это наказание, которое человек получает на земле. Человек, который их слышит, слушает, но, несмотря на то, что он сам не попадает в их силки, но, тем не менее, он их слушает, он наказывается тем, что он заэм, ашем, то есть, он наказывается бешамаем, его наказания идут с неба, а не с земли. Таким образом, последний комментарий Гаона говорит, что есть наказание, которое дается человеку, который делает авейру, заманивает других людей, это наказание земное, и есть наказание, которое делается тому, кто слушает, и это наказание от руки неба. И в чем разница наказание земное и наказание небесное, это мы с вами когда-то в двух словах учили, понятно, что здесь трудно войти во все детали этого, и даже такие комментарии, как Гаон, этого не делают, но тем не менее, есть некий пасук, который говорит, сейчас момент, в 19 главе есть пасук, на русском он звучит так, коварный свидетель смеется над судом, и у ста нечестивых глотает неправду. Это 28-й пасук, 19-й главы. Извиняюсь, я ошибся. Следующий пасук. Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Извините, я не туда попал. Вот. Нет. 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 Коварный свидетель смеется над судом, и у ста нечестивых глотают неправду. Готовы к ощунствующей имкаре и побои на спину глупых. Да. Давайте я все-таки своими словами переведу, потому что это очень тяжело так сделать. Пасук Кафхет, 28-й, 19-й главы, говорит, нахунула лейцим шфатим у мегалумот лагук селим. Приготовлены насмешником суды, судья, и мегаллилим, я не знаю, как правильно перевести, у меня не хватает русского языка, как он переводит. Момент. нечестивых он переводит. И для нечестивых приготовлены для кселим, то есть приготовлены для них кары, я не знаю, как сказать лучше. Окей, посмотрим, как переводит это Гаон. Он говорит, готовы для насмешников суды. Бааламаба, в грядущем мире. И это суд, который будет вестись над душой этого человека. А для людей, которые называются Магаламот, кселим, то есть для приготовленной могилы для тела человека, который будет наказан в земле. Я не знаю, как это перевести дословно по-русски, просто не хватает слов. Но перевод Гаона такой, что есть два вида наказания. Одно наказание насмешникам. Оно будет у них Валамаба, в грядущем мире, и это будет наказание души. А другое наказание, которое дается глупцам, которые получат их тела в могиле. Суть этого сводится к тому, что написано, только что я зачитывал это ситаты Изеова, Игулу Шамаева, Ану Варать Миткамамало, что будут радоваться небеса наказанию, и земля будет как бы мстить человеку. Объяснение этого такое, что земля радуется, небеса радуются, он еще наказание. Как сказано, Гадоля Вани Менасо, больше мы грех, чем то, что я могу выдержать, говорит Каин. И когда Гадош Барагу, Всевышний, он устанавливает, назначает наказание, то изначально оно, назначение, идет на небеса. С небес оно спускается на землю, а земля производит суд. То есть, есть какое-то последовательное соединение. Всевышний дает распоряжение духовным мирам, духовные мира спускают это уже на землю, и там происходит суд. И более подробно Гаон об этом пишет пророки Ишиаху, но у меня здесь нету комментариев вильницкого Гаона на книгу Ишиаху. И это то, что сказано, что будет радоваться небеса в начале тому наказанию, которое подвергнет и нечестивец. Но после этого земля как бы мстит ему, то есть, она делает ему само наказание. И это наказание находится в земле, и в земле идет суд над телом человека, а на небесах есть суд над душой человека. И это то, что написано. Всевышний Бехохма Исатарец в своей мудрости он организовал Мьесет, как это, основал землю, как, например, а Шамаем небеса он приготовил Бетвуна, Биной. Поэтому здесь речь идет, что Лейц, Лейц это человек, который, Лейц насмешник. Это человек, который является противоположностью Торы. То, как объяснял Мальбим, это не обязательно насмешник, это человек, который приводит других людей к отрицанию Торы. Гаон этого же человека называет насмешником. Понятно, что насмешка это не единственный путь. Бывают очень серьезные пути, с помощью которых можно привести к отрицанию основ Торы. Но один из путей в любом случае, какой бы ни выбран, его можно назвать насмешкой. Потому что любая мудрость, любое знание по сравнению со знаниями Всевышнего это улыбка такая, это насмешка над знаниями Торы. Когда человек начинает задавать какие-то кушьет, какие-то трудности на Тору, проанализировав, ты увидишь, что это совершеннейшая пустота. И вот насмешник это человек, который переворачивает Тору, которая с небес, естественно, что Медакин говорит Меда, он насмехается над небесами, поэтому его душа получит наказание от небес. И его ладун будут судить его будут, то есть его душу будут судить на небесах. Ксиль. Ксиль это человек, который такой немножко дубина, дурачок или просто дурак. То есть это вещь обратная хохма. Вместо того, чтобы учить хохму Тору, потому что любой дурак, он может каким-то образом все-таки какую-то часть Тору в себя ввести, несмотря на общую глупость. Тора, она лоба шамаем, она не в небесах, она дана таким образом. Человек, который хочет учиться, ему может быть намного тяжелее, чем какому-то очень умному человеку. Это запросто, я могу поверить. И может быть настолько тяжело, что какие-то вещи Тора он никогда не поймет, поскольку он, ну, вот так вот случилось. Но тем не менее, существуют какие-то части Тора, которые он будет знать и знать может превосходно, если он это захочет. В тот момент, когда он выбирает другой путь, он делает гефих, наоборот, понятие хохма мудрости. А поскольку мудростью была основана земля, то, соответственно, его наказание, оно должно вестись землею, и оно будет находиться, оно будет наказываться телу человека. Таким образом, получается, что небеса производят весь псагдин, все, что будет происходить в качестве наказания, и производят, как бы уже, циал и пооль, действия дина по отношению к душе. А по отношению к телу это производит земля. И я, понятно, что не до конца понимаю, думаю, что как все остальные, в целом случае, я не понимаю, в чем такое наказание мертвому человеку, например, что его тело находится в земле, и червяки едят это тело, кроме общей неприятности, говорить на эту тему и так далее. Я понятия не имею, какие испытания тела в этот момент, что оно чувствует, и чувствует ли что-то, и чувствует ли это на нашем понимании, или это какое-то наказание более духовное, несмотря на то, что речь идет о теле, как мне кажется, на первый взгляд. Но одно из наказаний тела человека, что червяки съедают все мясо, которое у него есть, и, соответственно, это наказание, которое каким-то образом дается через землю, и дается телу человека за какую часть Авера, как мы только что прошли, не за то, что человек выбирает насмехаться над Торой, выбирает спорить с Торой. Нет, это наказание за то, что человек поддается фактически Ецергоре, который у него есть. Мы с вами уже читали, в основном это Мальбин, писал Нигаон, но тем не менее, мы с вами читали, что человек, который глупец, есть два вида глупца. Один из них, это тот, который в принципе может постичь, чего хочет Всевышний, знает более или менее, чего от него хочет Тора, но его испытание настолько сильно, ему настолько хочется чего-то, его тайва, настолько его, им обладевает, что этот человек, вместо того, чтобы делать какие-то действия, связанные с борьбой со своей Ецергорой, он начинает философствовать, выдумывать какие-то вещи, которые оправдывают его поведение. Для того, чтобы съесть что-то некошерное, у него возникает целая философия, почему это сегодня хорошо и правильно, и так далее. Вот этот человек называется ксилем, поскольку источники Ваавейры это таавод этого мира, поэтому наказание за них будет вестись, основное наказание, будет даваться его телу через хибудхакевер, какие-то испытания, которые он будет испытывать в могиле. Понятно, что червяки это не единственное наказание, которое есть, я просто не буду в это углубляться. Мы однажды читали, как Гаон сделал семь ступеней того, что там происходит, и описал, соответственно, и то, что происходит в гееноме, и то, что происходит в могиле, поэтому сейчас мы в это, в Израилда Ашем, входить не должны, поэтому двинемся дальше. Это испытание, наказание, которое производится телу. Есть другой вид человека, человек, который изначально, у него нету такой грандиозной тайвы, или во всяком случае он легко с ней справляется, более или менее, которая хочет увести его в мир, наслаждение этого мира. И его, Ецаргора, совершенно другая, его Ецаргора поспорить с тем, что сказано в Торе, попытаться проанализировать, но не с целью изучения Торы, а с целью ликантер, с целью обвинить и так далее. Есть такая гемора очень известная, стира, противоречия между гемород. Одна гемора говорит, что не дай Бог человеку, чтобы он учил Тору шило ли шма, не во имя Торы. А другая гемора говорит, что ла ла мил мод, пусть всегда человек учит Тору шило ли шма, не во имя Торы, потому что в конце концов, благодаря тому, что он учил не во имя, он станет учить во имя Торы. И тот задает вопрос, как же, с одной стороны сказано, что это запрещено учить не во имя, с другой стороны сказано, пусть всегда он учит. Отвечает, что есть два ла ла шма, есть два состояния не во имя Торы. Одно состояние, это, например, чтобы тебя назвали крупным рамом или чтобы ты заработал много денег и так далее. Про это сказано, пусть человек занимается Торой ла ла шма, потому что схуд того, что он занимался Торой, несмотря на то, что это было ла ла шма, приведет этого человека к тому, что он будет хотя бы сколько-то учиться ла шем шамаем во имя небес и гизун трогей на здоровье, пусть хоть сколько-то учится во имя небес и остальная Тора только поможет ему. И есть вторая, вторая ла 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 шма, второй способ изучения Торы не во имя Торы. Это человек, который учит Тору не для того, чтобы разбогатеть, не для того, чтобы все сказали, какой он умный, а для того, чтобы найти в Торе какие-то неувязки и показать людям эти неувязки. Это то, о ком говорил Мальбин в своем комментарии на этот посуд. И про такого человека написано, что лучше бы он не родился на свет, поскольку понятно, что его Талмуд Тора, его изучение Тора это самое плохое, что может произойти в жизни. И вот это обеспечивает ему наказание, но не наказание на земле, говорит Гаон, не наказание телу, которое получает наказание за то, что он попался в ловушке, а наказание, которое дается его душе, Мина Шамаем, и это два наказания, которые описываются здесь. Лейцу, который насмехается на Тора изначально, за его Яцергору, за то, что он с ней не справился и пошел в направлении обвинять Тора, положено наказание его душе, Валам Аба, а человеку, который попался в эти ловушки или попался из-за того, что его Таева не дала ему возможность побороть себя, либо потому, что он просто вот услышал слова и клюнул на удочку и так далее, этому человеку положено наказание Бекевер, наказание, которое, в общем, где-то в Аламазе, может быть, и после смерти, но это более такое простое наказание, и, тем не менее, оно тоже не самое идеальное. Это комментарий Мальби Мегаона на пасук номер номер 14, да? Сейчас, секундочку. Да. Да. Следующий пасук говорит, глупость привязалась к сердцу юноши, розга наставление удалит ее от него. Ну, шадо пашут пасука как бы очень простой, бить или не бить, вот в чем вопрос, и нам говорит Шлома Амеллах, что понятно, что нужно бить. Теперь, что объясняет Мальби Мем? Он говорит, а, вначале на иврите, секунду, и велет кшура блефнаар вщевет мусар иерхикена мимену. Глупость, привязанная к сердцу молодого юноши, то кнут в виде мусара, в виде изучения мусара, это то, что отдалит его от него. То есть, дословный перевод, что бить надо, но кнутом, который называется мусар, изучение части Торы, которое называется мусар. Мальби Мем говорит, что глупость привязана к сердцу юноши. Глупость, это сомнение, здесь употреблено слово ивелет, не слово ксиль, а слово ивель. Я уже говорил, что есть два понятия глупости, о котором все время говорит Шлома Амелла, ксиль и ивель, и мальбим объясняет эти два понятия, что ксиль это человек, который, его глупость приходит из-за того, что он не в состоянии противостоять своей тайве и хамде, а ивель, это человек, глупость, которая рождается из-за тех сфикот, из-за тех сомнений, которые его, как бы, постоянно возникают у него по дороге мудрости, и он начинает лохлок, начинает спорить с какими-то заповедями Торы, используя другие виды мудрости, которые, мудрости, конечно, в кавычках, которые являются несколько противоречащими Торы, и вообще совсем не то, чем надо заниматься. И вот он говорит, что ивель, это человек, у которого есть сфикот, которые построены на различных мудростях, которые, за неимением другого слова, я назову хохмахи цанит, внешняя мудрость. И он говорит, что несмотря на то, что эта глупость, которая будет у человека, она может быть не только в юношестве, но и во взрослом возрасте. Человек, который гадоль бушаним, он довольно взрослый своими гадами, и она оставляет корень внутри глубин сердца человека, и невозможно от нее отдалиться и отделиться. То есть, этот вид глупости, который вызывает сфикот, сомнения в том, что сказано в Торе, что говорит и что хочет Всевышний, подобные сомнения, несмотря на возраст человека, который сомневается, оставляет рубец в сердце человека, даже если он от них ушел от них, каким-то образом справился. И это то, что сказано Ивэль инаэц мусар Авиев, что Ивэль, вот этот глупец, глупец, в нем должен быть, ну, инаэц, когтями выцарапан, мусар, его отца, а если Тихтош Эдгаавиль, и если ты будешь его, как бы, вот, угнетать, то это что-то поможет. Но в сердце юноши еще мы не находим вот таких глубоких корней, которые есть от Эвелута, от глупости свекот, от глупости сомнений. Юноша имеется в виду человек, который не мы с вами, скажем так, не в смысле возраста, я никого не хотел обидеть, а в смысле того, что юноша это человек, который шел, нормально воспитывался законами Торы, в три года выучил буквы, в пять лет начал читать и так далее. И в какой-то момент времени у него какая-то глупость начинает вырываться наружу. Но у него она не вошла с корнями, она не дала корней там, потому что он жил совершенно иначе. И сердце его более или менее без рубцов. Но оно привязывается к сердцу. То есть, когда человек начинает эти свекот, свои сомнения долго-долго мусолить, то они становятся привязаны к сердцу человека. Привязывается одна вещь к другой посредством нитки, посредством какой-то проволоки затягивается и так далее. Что если ее вырвать оттуда, то кэшер, узел, который будет, он сделает какой-то след. Это будет тяжело вырвать, оно не отрывается просто без следа. Также глупость, она является внешней вещью, но она привязана. И посредством, просто так дернусь, это не очень всегда получается. Но посредством кнута, который называется мусар, который, мусар это имеет в виду, то, что рождает, та часть Торы, которая рождает боязнь Всевышнего, не мусар в смысле того, что этики отношений между людьми. мусар, о котором говорит Мальвим сейчас, это мусар, то, что от слова асур, то, что запрещает, то, что мусер передает информацию, то, что рождает и рад шамаем, боязнь Всевышнего. Таким образом, шевет мусара, плетка под названием мусар, она может отодвинуть от этого кэшера, который есть. То есть, то, что вросло, то вырвать практически невозможно. Тоже возможно, я не говорю, что нет, но намного тяжелее. Поэтому человек, чем старше он, тем тяжелее у него вырвать то, что вошло в него с молодости и так далее. Поэтому человек, который делает шуву в более взрослом возрасте, несмотря на то, что у него безусловно есть свои плюсы, не надо этого недооценивать, потому что он может использовать опыт прошлой жизни для того, чтобы обернуть его к торе и так далее, но тем не менее, у него есть свои минусы, а именно философии, которыми он жил, если он ими жил, имеется в виду, еретичество, свекот, сомнения в торе и так далее, они стали частью его сердца и вырвать их можно, но это оставит рубец. Когда же это происходит в молодом возрасте, юноша, который это делает, то юноша, у него есть сомнения, он занимался какой-то глупостью и так далее, и так далее. Но оно не вошло в его сердце, оно не дало там корней, оно привязано. Поэтому можно с помощью определенного инструмента можно его отвязать и отделить так, чтобы след не осталось. Инструмент, которым можно отделять, это мусар, плетка мусара, как говорит Мальбин. Вот такой вот своеобразный комментарий дает Мальбин на этот пасук. Гаон очень коротко, почти ничего не пишет. Он говорит, что глупость привязывается к сердцу человека, только того человека, который молодой человек, немножко наоборот он идет, и мусар отдаляет человека от него. А именно, что имеется в виду? Что взрослый человек, взрослый это разумный человек. Даже если он делает какую-то глупость, а такое, как мы знаем, бывает, если нет, то я обращаюсь ко взрослым, можно посмотреть, вспомнить последние несколько часов жизни, и мы увидим, что глупости мы успели сделать, с этим были а иногда никаких проблем нет, чтобы не сглазить. Так вот, взрослый человек, несмотря на то, что он делает глупости, в сердце он знает, что он сейчас делает глупости. И это не привязывается к его душе. То есть, бывает два, одно и то же действие глупости с двумя результатами. Первый результат, это когда я делаю какую-то вещь, понимая, что я делаю, ну, вот не удержался, вот дурака свалял. Но при этом, это не становится частью мной, не только частью мне становится, это вообще не привязывается ко мне, оно как-то отделено. Я не выдержал, я сделал глупость, но оно отделено от меня, это не часть меня, оно не привязалось ко мне. Но молодой человек, юноша, его глупость перевязывается к его сердцу, и привязывается очень сильно, поскольку у него там нету заряда какой-то к душе, какой-то святости, мудрости, торы, он еще не успел ее получить. Поэтому сердце заполняется теми действиями, которые он делается, и, соответственно, глупость, которую делает этот человек, она привязывается к этому сердцу, и, несмотря на это, ее можно отделить от этого сердца с помощью кнута плетки, которая называется мусар, до такого состояния, что это будет очень удалено от него, то есть, ему больше уже не придет в голову это сделать, поскольку он будет учить мусар и будет находиться в состоянии постоянного размышления о том, как нехорошо нарушать какие-то вещи, связанные с торой Всевышнего, то поэтому это отделится от него и больше этого делать не будет. Я не могу сказать, что Мальбим и Гаон, несмотря на то, что они совершенно по-разному объясняют этот пасук, они спорят. Мальбим говорит о ситуации, когда... о разных ситуациях. Для Мальбима Гадоль и Нар здесь совершенно разные люди. Гадоль Мальбима это человек, который уже приучил себя и начиная с раннего возраста до взрослого продолжает делать какие-то глупости, которые связаны со сфекот сомнениями в вере во Всевышнего, которые у него возникли. Подобный человек, эти следы, эти хаверот вошли в сердце этого человека и их уже практически невозможно, не то, что невозможно, но практически невозможно полностью убрать так, чтобы не осталось рубца. В тот момент, когда молодой человек, который только начинает свой неправильный путь, уходит от пути Торы, не дай бог, и начинает свой неправильный путь, у него его действия, свекот, сомнения, глупости, которые он делает, они немножко привязаны к сердцу, но их легко отвязать и убрать оттуда с помощью мусора. Что не так с человеком, который глубоко погряз, и они дали корни внутри сердца этого человека, и их убрать значительно тяжелее. Это Маллах Мальбима. Маллах Гаона совершенно другой. Он говорит, что пасук говорит не о человеке, который уже много делает Аверо, тяжело от них избавиться, а речь идет о человеке, который вот сейчас впервые сталкивается с этим понятием, понятием какой-то глупости, который ведет свекот, который ведет к Авере. Если это человек юный, неопытный, в котором мало Торы, то если он сделает эту Аверо, то эта Аверо как бы превратится, привяжется к нему, она будет привязана к его сердцу, становится, ну, не совсем часть его, но очень сильно узел, который очень сильно связывает их. В случае же, если человек, он есть Тора, он Талмитхохам, он далеко, глубоко сидит в Торе, но бывает ситуация, когда что-то ведет к тому же действию, которое, в общем, больше подходит к какому-то тупому молодому юноше, чем к пожилому Талмитхохаму, тем не менее, такое может случиться, но даже в этой ситуации эта Авера не привяжется к этому взрослому человеку, потому что его разум, он не справился с какой-то вещью, но он не связывается с ней, не становится, не привязывает ее к себе, поэтому с помощью Мусара ему довольно легко уйти и убрать его до такого состояния, чтобы больше это не повторялось. Получается, что у Наара, у молодого человека, есть свои плюсы и свои минусы. Когда речь идет о первой Авере, ей намного легче туда попасть и привязаться к ней, но она дает меньше корней, поскольку он еще первые разы это делает, но в случае, если он укоренилась от Авера в нем один, два, три, четыре и кранты, то в этом случае убрать это взрослого человека, который погряз в этой Авере, будет достаточно тяжело, и глупость, с которой он сталкивается и становится все глупее и глупее, она в него входит, она все тяжелее и тяжелее убирается, и это то, о чем мы видим, что в пожилом возрасте намного тяжелее сделать шву, когда ты начинаешь с самого начала. Но с другой стороны, когда речь идет о человеке, который живет Торой и Митцвод, и что-то с ним происходит, то чем он прочнее находится в Торе и Митцвод, тем меньше эта Авера к нему привязывается, и ему проще от нее избавиться с помощью Тора и Мусара, чем молодому человеку, у которого еще уровень ноль, поэтому в тот момент, когда у него эти сомнения возникают и происходит какое-то действие, оно намного-намного больше привязывается к нему, чем у человека Торы, человека взрослого, и это двойной призыв, который делает согласно Гаону и Мальбиму, они дополняют друг друга, я не думаю, что это Махлокис, это больше похоже на дополнение с двух разных углов, когда мы смотрим, что надо делать человеку в тот момент, когда к нему пришла Эйцергора, молодому человеку, с одной стороны ему легче, с другой тяжелее, и то же самое пожилому человеку, но ответ и там, и там, что есть выход из положения, но чем более укореняется это и влут, эта глупость внутри человека, тем тяжелее из нее выбираться, это такой у нас двойной комментарий на этот пасуг, двинемся дальше и прочитаем пасуг номер номер 16, да, наверное, да, кто угнетает бедного, чтобы умножить свое и дает богатому, тот обеднеет, человек, который угнетает бедного для себя в свою пользу и человек, который дает богатому, тот обеднеет, в чем проблема угнетать бедного, так более или менее понятно, что имеется ввиду давать богатому, это нам надо сейчас попытаться выяснить, на иврите пасуг звучит так, ущек даль ле арботло, но тен ла ашир афле ле махсор, человек, который угнетает бедного для того, чтобы увеличить себе и дающий богатому даже для того, чтобы не хватало, что имеется ввиду, говорит Мальбин, человек, который ущек даль угнетает бедняка, несмотря на то, что его каваны нету, для угнетения, но ему просто нужны деньги, Беторе де лва, то есть, он дает бедняку деньги в долг, но делает ошик, ошик это угнетение, что имеется ввиду, рябит, бедняк нуждается в деньгах, он ему готов дать деньги, но он рассуждает, и рассуждение достаточно логично, а именно, что у меня есть сейчас какая-то сумма денег, да, она свободна, но я могу в любой момент ее куда-то в бизнес впихнуть и получить с этого довольно приличные проценты, сейчас он просит у меня деньги, в данный момент у меня есть свободные деньги, но если мне сейчас предложат сделку, я могу лишиться какого-то приличного процента, например, 5% годовых, хорошо, давай я ему дам по 4% годовых, поскольку я рискую потерять из-за того, что я ему даю в долг деньги, рискую что-то получить, потерять, так я, по крайней мере, не потеряю, а может даже что-то заработаю, обычный человек хочет не только не потерять, но и заработать, такое вот свойство человеческой натуры, поэтому он дает бедняку барибис за проценты, для того, чтобы после этого он мог ему дать еще в другой раз, то есть он понимает, что если сейчас бедняк получит деньги, он совершит какую-то сделку, и после того, как он совершит какую-то сделку, он может даже и разбогатеет, и вроде бы как очень позитивно помочь человеку разбогатеть, но потом ему понадобится больше денег, и я смогу еще получить проценты, и он мне может дать за один раз много денег в долг и так далее. Несмотря на то, что деньги не остаются у него в руке, то есть после того, как я получил деньги от бедняка, те проценты, которые мне были положены, 5% я получил, что я делаю? Я не оставляю себе, но я даю богачу для того, чтобы на этом тоже как-то заработать, потому что от бедняка я заработал столько, сколько смог, больше он не может дать, но теперь он разбогател или нашелся другой богатый человек, не имеет значения, скорее всего, тот же самый, и я даю ему еще раз опять под процент, но уже значительно большую сумму, и теперь, если первый раз я заработал какие-то копейки, то на этот раз это уже будет что-то такое, о чем имеет уже смысл подумать, делать это или нет, и вроде бы как второй раз, когда я даю богатому человеку, и ничего такого страшного нету, так на первый взгляд, это даже первый раз я дал брибис, потому что я хочу, чтобы мои деньги не лежали мертвым грузом, ничего страшного, тем не менее, этот человек ахлымахсор, то есть, мы хотим сказать, что если он дает бедняку в долг за проценты, угнетает бедняка и останавливает свою схар, для того, чтобы добавилось у него много получить, то есть, я даю ему проценты очень маленькие, для того, чтобы он разбогател, а потом за один раз прилично заработать, посредством этому уже бедняк перестал быть бедняком, он перешел в состояние богача, но этот человек все равно называется Ошекдаль, тот, который дал бедняку деньги, чтобы бедняк стал богатым, а я ему потом дал под проценты и много заработал на этом, этот человек все равно называется угнетающий бедного человека, и он занимается деньгами бедняка, для того, чтобы они умножились, а после этого дает в долг богачу, потому что после этого у него оказывается уже много денег, которые ему возвращают, и он становится богатым, бедняк, несмотря на то, что это выглядит, как будто бы он бедняку сделал, товак дала, он ему сделал огромное добро, если бы ему не дать деньги в долг, он бы остался бедняков, а я дал, только немножко под проценты, а потом, даже могу не взять у него эти проценты первый раз, но когда он разбогател, дать ему второй раз уже взять с этого проценты, тем не менее, этот эшик даль, это угнетение бедняка и давание богачу, несмотря на то, что он дает тому, кто благодаря ему сделался богачом, и он дает сейчас богачу, тем не менее, этот человек называется угнетающий бедняка, что во время, когда он замыслил все это мероприятие, все эти давания в долг и так далее, этот человек был бедным, и он соваль, нуждался, терпел, страдал, он страдал от голода и от лахаться, и от того, что его угнетает, что он должен давать денег, а денег нету, и то, что он дает после этого, во время, когда он разбогател, оно не снимает того угнетения, которое было произведено бедному человеку, и то, что он страдал по поводу всего, что произошло, и уже объясняется, объяснил один хахам в Сейфер Медот, в книжке, посвященной работе над Медот, что правильные условия, что все, что человек должен Лисадер свою поулот, сделать свои действия таким образом, чтобы они вели к состоянию добра, что он с самого начала должен Лид Кавен вести, идти по правильной и хорошей дороге, что если это не так, то получается, что он рождаются какие-то вещи из его действий, которые являются ложью, и это постоянно будет ложь, постоянно будет рождать дальнейшую ложь. То есть, Мальбим считает, что Шлома Амеллах пришел здесь предостеречь человека от угнетения бедного даже таким образом, что этот бедный благодаря твоим вещам, которые ты дал ему в долг, богатеет благодаря этому. Тем не менее, во время, когда он беден, ты ему не оказал помощи, которую нужно оказать бедному, а наоборот, угнетал его, взяв с него проценты, несмотря на то, что тем не менее, с помощью этой голова и с помощью этой взятия в долг он разбогател, и потом ты ему даешь еще раз уже в качестве богатого, тем не менее, тебе это будет засчитываться, как угнетение бедного, и ложь, она рождает ложь, и поскольку ты изначально наживался на бедняке, то то, что ты потом отдал богатому, это не сделает из себя некого Робин Гуда, который делает правду наоборот, но примерно то же самое, что когда ты обидел бедного, ты обидел бедного, и наказание за это будет наказанием за рибис, который ты дал в долг бедняку. Законы рибиса, я их не стал говорить здесь, законы давания в долг под проценты, запрещено, чтобы еврей давал другому еврею деньги в долг под проценты, он должен, обязан, есть митсва, дать голвау в долг дать беспроцентные взаймы. Если у тебя есть свободные деньги, ты можешь это сделать, то ты обязан это делать. Нету, ты не обязан, может быть, есть митсва, но обязательства у тебя нет. Но в случае, если у человека есть деньги, есть исур-гамур, кроме того, что есть митсва дать долг, есть исур-гамур дать долг под проценты. Поэтому человек, который это делает, несмотря на то, что благодаря тому, что он это сделал, бедняк разбогател, тем не менее, Наказание за эти проценты ты получишь Несмотря на то, что на первый взгляд Не на взгляд Торы А на первый взгляд человека Такого среднего бизнесмена Это кажется, что я ему помог разбогатеть Если бы я ему не дал под проценты Никто бы ему не дал вообще И соответственно, благодаря мне у него сейчас есть То-то и то-то и то-то Да, действительно благодаря тебе Но ты сделал авэру И за эту авэру тебе придется за базар отвечать И никуда от этого не деться Это пшат, который дает нам сейчас Мальбим И здесь понятно, что есть Некоторая такая изюминка В этом шате, что речь идет о том Что человек действительно благодаря Авэру, которую сделал я Разбогател, я буду отвечать за эту авэру Это как бы понятно Человеку, который находится внутри Торы Но человеку, который находится не до конца Внутри Торы, это требует разъяснений И Шлома Амеллах подчеркивает этот факт По перушу Мальбима Перуш, который дает Гаон, он говорит Человек, который имеет Вот этот вот бизнес И угнетает бедняка Для того, чтобы увеличить себе деньги И дает богатому человеку Несмотря на то, что Это приводит к Максору К тому, что он теряет Что имеется в виду? Человек, который угнетает бедняка Это человек, который ворует у бедняка Для того, чтобы увеличить собственный доход И сделать себе много денег Но он добавляет и говорит, что после этого Он еще дает деньги богачу То есть то, что он ворует у бедняка Об этом особенно не надо говорить, что это плохо Это более или менее понятно Зачем Шлома Амеллах к этому возвращается Разговаривает на эту тему? Чтобы подчеркнуть, что при этом он дает еще И богачу дает деньги Человек не должен рассчитывать Что он получит какую-то награду За то, что он дал богачу деньги Но Все это будет ему только Максор Только изъян, только нехватка И это ему ничего не дает То, что в дальнейшем он дает деньги богатому человеку Так, как объяснил Мальбин Богатый человек это сам бывший бедняк Который разбогател благодаря ему И Лихойр это и есть кавана вильнюсского гаона Что человек, который дает деньги И то, что благодаря тому, что я дал деньги Берибис Кто-то разбогател Это не будет причина, по которой с меня снимут Наказание за давание деньги Берибис Чтобы человек не подумал о такой вещи Я на всякий случай У нас урок Мусара не Галахин Но на всякий случай Здесь есть определенные законы Берибиса Законы давания в долг денег Они достаточно сложные Входить и объяснять сейчас Я их не очень могу Это время и не наша тема Но два слова буквально Еврею запрещено другому еврею Давать деньги под проценты Есть мисла давать деньги просто так Для того, чтобы выполнить мислу Раз Два Существует нееврею можно дать деньги под проценты И от нееврея можно взять деньги под проценты От еврея запрет брать деньги под проценты Авера делает и тот, кто дает, и тот, кто берет. Тот, кто берет, как правило, с удовольствием взял бы без процентов, просто не очень дают. Поэтому он вынужден взять под проценты. Но, тем не менее, это Авера. Может быть, он вынужден сделать это Авера, тогда наказания меньше. Но, безусловно, этого сделать нельзя, это Авера. Это первое. Второе, кстати сказать, Эдим, свидетели, которые подписывают, или даже просто свидетельствуют о том, что они видели, как давали деньги под проценты, они тоже совершают Аверу, связанную с Рибитом. Это первая часть. Вторая часть. С неевреем эту сделку можно заключать как в ту, так и в другую сторону. И третья часть, что с евреем бывает ситуация, когда можно дать деньги под проценты, но не под проценты, а есть определенный способ, который это разрешает. Этот способ заключается в том, что я не даю тебе деньги, а мы с тобой становимся компаньонами. Я знаю, что ты хочешь провести какой-то гешефт, какой-то бизнес. Например, купить велосипеды и холодильники на Чикотке и перевести их в Антарктиду. Я считаю, что этот бизнес может быть успешен. И поэтому я даю тебе как бы суду на то, чтобы ты провел этот бизнес. И мы заключаем определенный договор, по которому мы крутим эти деньги вместе. Ты просто работаешь, кроме того, что ты взял деньги в долг, кроме этого ты работаешь как бы управляющий этими деньгами. Ты руководишь этим бизнесом. За это ты получаешь прибыль, части моих денег. А часть этих денег у тебя находится на хранении для того, чтобы вложить. Это не голва, это не долг. А я просто тебе дал для того, чтобы использовать для бизнеса совместного. Часть денег я все равно теряю, потому что ты управляешь, а я нет. Ты получаешь это в виде прибыли за зарплату, за то, что управляешь деньгами. А другую часть мы делим на определенных процентах, в зависимости от того, как мы договорились. Мы делим таким образом, что я на свои деньги получаю какую-то прибыль. В таком случае это сделать можно. Но для этого надо составить определенный документ, как это делается. Документ, который называется гетер-иска, штар-иска, штар-бизнеса, который мы заключаем вместе. Мы становимся компаньонами. И одно из условий может предполагать, что в случае, если вместо того, чтобы получить большие прибыли от продажи холодильников в Антарктиде, мы получили здесь какой-то убыток с этого дела, то в этом ситуации я несу свои, как бы, свои вместе с тобой, я несу какую-то ответственность за тот убыток, который произошел. Может быть составлен штар, когда этот убыток очень маленький, может быть большой. Это есть специальные, ну, скаот, специальные правила, как составлять этот штар, но это превращает, что на самом деле не то, что это способ обойти законы давания в долг. Это мы становимся компаньонами. Это уже не совсем давание в долг, вернее, не то, что не совсем давание в долг, это совсем не давание в долг. Это изменение статуса. В таком случае выглядеть это будет как рибис в определенных ситуациях, в определенных нет. Но в такой ситуации можно и нужно помочь бедняку поставить свой бизнес на ноги и встать самому на ноги, и это не будет называться даванием подпроцента. Но это должно быть соблюдением всех условий, которые иногда покажутся очень внешними условиями. На самом деле они очень серьезные, это надо очень хорошо знать законы Рибиса для того, чтобы это сделать, проконсультироваться с кем-то. И существует определенный штарот, определенный нусах, как правильно заполнить этот штар. И в частности в Израиле люди заполняют эти документы, беря суды и давая суды банкам, для того, чтобы в банке можно было входить в минусы и наоборот, чтобы банк взял у тебя и ты от него и так далее. Поскольку мы с банком являемся на определенных условиях компаньонами на какую-то, понятно, что небольшую сумму денег, у банка миллиард, у меня 500 рублей. Но тем не менее мы становимся компаньоны, неравнозначены на эту тему, поэтому некоторые вещи, которые связаны с тем, что выглядят как Рибис, становятся разрешенными таким способом. Вот, я исчерпал свой лимит времени, мы дошли до посука Юдзайн, мы закончили посук Тодзайн, и в следующий раз продолжим. Спасибо за внимание, до новых встреч в эфире. Продолжение следует...